Я работаю патологоматом в областной больнице. Работа простит из-за колумбора не пыльная, и можно даже сказать сезон. Область у нас небольшая, за исключением областного центра, та еще в уши. Сплошь разворованные колхозы да вымирающие деревушки. Так что жмурики и гаминета ходят не часто, в основном старички весной и осенью забутыки деревенские, окончательно сбивающиеся, видать в сезон депрессии и безделья. Зато летом у нас красота, зелень, речушки, ручки, цветы, пчелки, бабочки, просто рай земной, первозданная природа к вас радуется. Как только подсыхает земля и в поля можно добраться без трактора, начинают наезжать дачники, городские родственники местных жителей, деток привозят и оставляют на летние каникулы на попечение бабушек, дедушек, тетюшек и датюшек. Но это я считаю, они зря так легкомысленно. Дети сейчас совсем городские и расслабленные, привыкшие к благам цивилизации и к огромным блестящим яблокам из магазина. Думают, что все вокруг безопасно как дома, внимательно осмотренное, подготовленное к отпотреблению любящими родителями. А мясный лед он такой, совсем другой закалки, выросли у земли, ко всему привычнее. Да и делал летом по горло, курей, свиней покорни, воды принеси, козу подыешь. За детьми и не углядишь. Вот они и жрут все подряд, кто на спор, кто на интерес, кто просто по дурости. А потом приводят их в больницу. Вот сбор шкаф, второй день не слезает. И все грядки мне заблевал по крайней мере. Об этом часто идут разговоры в ординаторской. Сань, смотри какая! Новенькая терапевт Марина подмигнула мне и показала на край распахнутой корточки. Ишь, здоровая! А ты видел когда-нибудь такие крылья? Я посмотрел туда, куда указывал ее изящный пальчик. И внутренне напрямился. В огонной раме не спеша вышагивала крупная бабочка с крыльями неравномерного цвета. Какой-то гематомой. Отвратительное создание. Со мной, возможно, многие не согласятся. Но вы когда-нибудь были летом в большой теплице? Бабочки — это тупые создания. Влетают туда, бьются в полупрозрачный полиэтилен, заставляя трепетать под его напором крыльев и своих упругих телец. Бьются, ищут выход, и не находят его, и рассыпаются в своих панических калибульсах. И вся земля между кустами помидоров усеяна изорванными, высохшими от жары крыльями и иссыхающимися тельцами. Вы рассматривали их тельца плотные, мохнатые и тяжелые. Меня они вызывают в животное обращение сами по себе и на контрасте с изящным разноцветным крылом. Это чувствуется особо. Вот вы когда-нибудь держали бабочку за крылья и смотрели, как это уродливое создание шевелит своими лапками и таращит на вас свои огромные выпученные фасеточные глаза? Я уже видел эти сизые с разводами крылья, да и в общем-то не я один. Они появились года четыре назад. Говорят по всей области. Местные сперва испугались, мол, пожрут капусту. Но ущерба урожая не случилось, земледельцы успокоились. Единственное, что досаждало, кладки этих созданий были под всюду. И где свойственно, и где нет. И в общем-то нужно было внимательно смотреть, прежде чем отправить что-то в рот прямо с грядки. И вот эта Маринка, симпатичная, жизнерадостная, веселая девушка. Но не такая дуреха, как наши местные. Да и мне кажется, что я ей тоже по душе. В общем, выхожу на переку, бежит за мной. Истории рассказывает, смеется над моими глупыми шутками. И смотрит пронесительно так с задорным бричером. И вот неделю назад, перед концом дежурства напрямик, предложила выбраться, как-нибудь в город погулять. Была? Говорит, там давно. Интересно. Побродить. На днях поехали. Погода чудесная. Мы гулялись вдоволь. Когда расставались, она мне прямым текстом. Так и говорит, мол, давно такого не чувствовала Саня. У меня от тебя как будто бабочки в животе. А сегодня она не вышла на работу. А у меня и позвонить, узнать, что случилось, времени не было. С утра очередного жмурика привезли. Мальчишка. Лет семи. Дачников сын. На заплаканном, застывшем личике, выражение ужаса и боли. А живот сплошная гематома. Внутри месиво кровавое. Будто органы из кромса. Обоюдоострым ножом. Бабочкой волоскуты. Родители еще не знают. Вдыхают где-то. Может на острова. Да и родня никак не может дозвониться. Честно говоря, это случай не первый. За последние годы у меня уже было пару случаев подобных. И почти все неместные. И почти все дети. Редко взрослые. Все происходит всегда одинаково. Считанные минуты. Несчастных скручивает жестокий приступ боли. И убивает внутреннее кровотечение. С разрывом селезенки, желудка и иногда кишечника. Их привозят сразу ко мне. Я набираю. Четыре года назад записаны. Личные номеров на задний двор больницы подъезжают газели из опознавательных знаков, чтобы забрать мертвецов в другую больницу. А я пишу липовый отчет для руководства и забываю о случившемся. Вечером привезли Марину. Люди, у которых она снимала комнату. Они услышали ее крик и прибежали на помощь. Было поздно. Марин со вчерашнего вечера жаловалась на недомогание. Ночью ее, похоже, сильно тошнило. Потому и на дежурство не вышел. А я звонить не стал. А должен был бы сделать это сам. И я уже знал, что именно увижу и знал, что так же, как и в прошлый раз, никому об этом не расскажу. Просто для того, чтобы меня не считали сумасшедшим. А так же, чтобы не лишиться работы. С таким трудом найдено. Я сделал надрез по центру демотоку, которую превратил в цель из животных. Ткани разошлись. И из кровавого места на меня выпорхнула стая бабочек.